Добрый день дорогие друзья. Наверняка вы видели мой обзор усилителя интернета с 3.2 Pro, который я тестировал более месяца по полной. Ранее обещал провести дополнительные тесты усилителя интернета Microtik LEG LTE 6 Kit. Оба усилителя приблизительно одной мощности, с массой положительных отзывов. Поэтому многим будет интересно узнать в чем их отличие и какой из них лучше с точки зрения обычного пользователя. В общем не переключайтесь, будет интересно. Если у вас будут вопросы по настройке, подключению и так далее, в описании под видео будут ссылки на оба обзора. Там все есть кроме базовых настроек Microtik. Если успею, покажу как их сделать в конце этого видео. Оба усилителя протестируем в пригороде, в деревне где до ближайшей вышки 14 километров и на берегу живописного озера, откуда до ближайшей вышки уже 17 километров. По форме Microtik заметно больше за счет параболического отражателя. Это минус. Но отражатель сделан из сетки, следовательно парус будет значительно меньше. Это плюс. Усилитель Street 2 Pro компактнее, но парусность все же больше. К тому же усилитель Street 2 Pro в два раза тяжелее. Если вы планируете крепить усилитель на стену здания, то эти достоинства и недостатки можно обнулить. Но если планируете усилитель крепить на мачте, как это делал я, то мачту для усилителя Street 2 Pro нужно делать мощнее и ставить на растяжки. Моя мачта из сороковой тонкостиной трубы на хорошем ветру с усилителем Street 2 Pro без растяжек раскачивалась сильнее, чем с Microtik, вследствие чего плавала и скорость. Теперь цена. Microtik LG LTE 6 Kit в России стоит 13 582 рубля, а усилитель Street 2 Pro стоит 24 500 рублей. Это на 10,5 тысяч рублей больше. Если бегло ознакомиться с характеристиками, то мы увидим, что 10 тысяч России переплачиваем за Wi-Fi модуль, которого у Microtik нет. К тому же у Microtik LG LTE 6 Kit заявлено усиление 17 dBi, а у усилителя Street 2 Pro 16 dBi. Все эти аргументы явно не в пользу усилителя Street 2 Pro. Но давайте вначале проверим кто и на что способен, а потом уже будем делать выводы. Для начала отправимся в Житковичский район, деревня Юркевичи. До ближайшей 3G вышки 10 километров. А ближайшая LTE вышка находится в 15 километрах в Микошевичах. LTE вышки есть и в Житковичах, но до них уже 20 километров. Первым протестировал усилитель Street 2 Pro в LTE сетях. Высота мачты 13 метров, RSRP был в среднем минус 95. Ciner плавал от 5 до 10. После настройки средняя скорость на прием была 16 мегабит и 5 на передачу. Иногда скорость на прием переваривала за 20 мегабит. Когда переключился на 3G вышки, скорость на прием не опускалась ниже 20 мегабит и 4 на передачу. Эти цифры я показывал в обзоре усилителя Street 2 Pro. Теперь давайте закрепим микротек LTE 6 Kit на той же мачте и поднимем на ту же высоту 13 метров. В обзоре усилителя микротек я обещал провести несколько тестов в этих краях летом. И как вы думаете у кого скорость будет выше. Подключаем напрямую к ноутбоку. В настройках выбрал только LTE сети. Обратите внимание, RSRP такой же как и у Street 2 Pro. А Ciner даже с отрицательным значением. Не буду вас томить, микротек я тестировал в деревне 3 дня. Независимо от времени суток, скорость на прием колебалась в пределах 2 мегабит и 2 на передачу. Возможно, потому что не так сильно колбасила мачту на ветру. Но средней была скорость 12 мегабит на прием и 9 на передачу. Получается в LTE сетях у усилителя Street 2 Pro средняя скорость на прием минимум на 3 мегабита выше, а на передачу на 4 мегабита ниже. Посмотрим что покажет микротек в 3G сетях. Скорость на прием не менее 18 мегабит, а на передачу 0.3-0.4 мегабита. Я полдня крутил микротек на мачте, наклонил вверх и вниз, но более высокой скорости так и не смог добиться. Теперь перенесемся на озеро Белое. Интернета тут точно нет и позвонить получается крайне редко. До ближайшей LTE-вышки отсюда 17 километров. Антенны буду ставить у самого берега и запитывать от одного и того же автомобильного инвертора. Вышка уже другая. Разница в 3 километра. RSRP стал хуже. Лучшей скоростью усилителя Street 2 Pro в LTE сетях было 10 мегабит на прием и чуть больше одного мегабита на передачу. Когда переключился в сети 3G, на прием усилитель выдавал 20 мегабит, а на передачу более 4. Сторонние ресурсы показывали еще более высокие скорости. Более 25 мегабит на прием, при 4 на передачу. Очень даже крутой интернет для местности, где его вообще нет. Теперь поднимем на мачту микротек. В автоматическом режиме микротек подхватил 3G сети и сразу выдал более 6 мегабит на прием и чуть более 0.1 мегабита на передачу. Посмотрим что он покажет в LTE сетях. А в LTE сетях он ничего не показал. Он их просто не увидел. И сколько мы не крутили усилитель. Лучшей в 3G сетях была скорость 18 мегабит на передачу, при менее 0.1 на прием. От микротека я ожидал большего. Но могу предположить что микротек сейчас уделяет больше внимания сетям 4 и 5G. Теперь перенесем с пригород. До ближайших вышек тут около двух километров. Но они повернуты в сторону города, от чего интернет регулярно отваливается. Первым на крыше закрепило отрегулировал усилитель Street 2 Pro. Скорость частенько переваривала за 50 мегабит на прием и 40 на передачу. Скорость на смартфоне при этом была в 40 с лишним раз ниже. Очень даже неплохой результат. И в заключение посмотрим что покажет микротекл и LTE 6 kit. Также закрепил на крыше. Результат казалось бы можно спрогнозировать. Но вы не поверите. Скорость на прием не падала ниже 88 мегабит. А на передачу не опускалась ниже 40. Скорость проверял в разное время суток. И она была завидно стабильной. Такие цифры конечно впечатляют. И теперь хочу у вас спросить. Какой из этих двух усилителей вы бы оставили в пригороде, а какой в деревне, если бы были на моем месте. Пишите в комментариях. Это будет интересно. Подведем итог. Усилитель Street 2 Pro заметно дороже. Но он прекрасно показал себя в деревне и в глуши. На удаленке скорость выше в LTE сетях и значительно лучше работает в 3G сетях. К тому же он раздает Wi-Fi. Отпадает необходимость в роутере и лишних проводах. Более того, все настройки можно сделать прямо со смартфона. Еще один плюс усилители Street 2 Pro очень простые и понятные настройки для рядового пользователя. Усилитель Street 2 Pro на мой взгляд лучше. Особенно если ближайшие вышки находятся на расстоянии более 10 километров. Микротик значительно дешевле. А за 10 сэкономленных тысяч можно купить не один роутер или точку доступа, которые кстати будут раздавать Wi-Fi там, где захотите. Минусом для многих будет настройка. У них своя операционная система Router OS, которая служит для построения многофункциональных маршрутиризаторов, фаерволов, бриджей, базовых станций, VPN-серверов, веб-серверов и прочих устройств управления сетями. На микротиколы GLTE 6 Kit стоит точно такая же операционная система. Она прекрасно работает с настройками по умолчанию, но нам всегда хочется большего. Например просканировать сети, посмотреть какие вышки каких операторов находятся рядом и у кого сигнал лучше. Можно выбрать определенную сеть, настроить защиту, изменить доступ в систему с MAC адреса на IP и так далее. Месяц назад я так нанастраивался, что пришлось сделать сброс до заводских настроек, после которых не мог зайти в настройки даже по MAC адресу. Я написал в поддержку микротик и мне сбросили инструкцию по настройке на английском языке, за что я им благодарен. Оказалось, что кнопка сброса выполняет три функции. Мне помог 10 секундный сброс настроек с поиском сервера Capsman, после чего смог сделать базовую настройку и усилитель заработал. Я это рассказал к тому, чтобы вы трижды подумали, прежде чем захотите что-то настроить методом втыка. Так, не хочется затягивать ролик? Ребята, сделаем так. Компании микротик понравилась мой ролик про LEG LTE 6 Kit и они прислали на обзор очень интересный усилитель интернета LDF LTE 6 Kit. Там-то мы и пройдемся по настройкам микротика, кому это интересно. Для сравнения у усилителя LEG LTE 6 Kit мощность усиления 17dbi, а у LDF LTE 6 Kit 30dbi. Если кто-то думает, что мощность второго усилителя будет выше где-то в два раза, то он ошибается. LDF LTE 6 Kit будет мощнее LHD LTE 6 Kit где-то в 14 раз. Если вам, как и мне интересно, какие скорости покажет этот усилитель, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. На этом все дорогие друзья. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк или дизлайк и подписаться на мой канал. Субтитры подогнали Симон!